18 стихи. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете. И путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас. Иисус сказал ему, столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне, а если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Аминь. Благословите друг друга. Давайте наслаждаться миром Божьим. Мы с вами, благовестники, призванные спасать эту эпоху. И давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую Бог дал нам в наследие. Есть много чего, что происходит в этом мире и то, с чем мы сталкиваемся. Но что бы ни происходило в этом мире, какие бы дела ни произошли в будущем, мы с вами находимся внутри действия спасения. Мы уже унаследовали спасение, и мы с вами уже также имеем победу, которая заранее дарована нам с вами. и то слово, которое мы с вами получаем, особенно важно, чтобы мы все с вами находились в течении слова, в том послании, которое помогает нам с вами быть в одном слове, в одном духе, как говорил Павел. И нам с вами также, мы с вами также, не только как одна церковь, но как и союз церквей, мы с вами также получаем слово, когда происходит конференция, либо же когда это миссионерская конференция, либо же когда конференция Ремнанд, и также есть слово, которое дано, дается нам на один год, и вот то слово, которое в начале года мы с вами получили, о том, что у нас есть вечное, у нас с вами есть вечное наследие, и также есть вечное дело, которое Бог дал нам делать, и также есть те вечные благословения, которые Бог для нас с вами приготовил, и среди, вот как раз практически полгода проходит, чуть-чуть больше, и у нас есть с вами конференция Ремнанд, и это время, когда конференция также лидеров Ремнанд, и конференция Ремнанд, это также то время, когда Бог дает нам с вами слово, чтобы мы могли проверить совершение уже того слова, которое мы получили в начале года, и проверить, двигаемся ли мы в том направлении или нет, и также, чтобы мы смогли с вами обрести силы для того, чтобы то дело Божье, для которого Бог нас с вами призвал, мы могли продолжать совершать это все. то вечное наследие, которое мы с вами унаследовали с вами, это то, что было дано нам с вами как людям, как когда Бог сотворил человечество, то всю вселенную Бог дал нам для того, чтобы все это превратить как в Эдемский сад, и теперь мы уже с вами через Иисуса Христа восстановились в этом благословении, и поэтому для нас с вами Бог сказал, Иисус что сказал нам? Идите ко всем народам, поэтому нам нужно с вами силой Божьей, любовью Божьей завоевать этот мир, но завоевать именно в этом смысле завоевать любовью Божьей. И Бог на этом пути нам с вами сказано, что Бог, Он внутри нас действует, и поэтому после нас тогда, таким образом, когда мы смотрим жизнь в Ветхом Завете, когда мы смотрим жизнь Иосифа, жизнь Давида, жизнь Моисея также, всегда остается определенное наследие после них. Остается что-то как произведение определенное, как мы можем сказать, и как произведение искусства, то, что остается после каких-то великих людей, но после верующих людей также определенным образом остается какое-то произведение, то есть то, что влияет в дальнейшем на жизнь людей, как и, например, Павел, как и многие-многие люди. Поэтому точно так же и через нас такое же действие будет происходить, и Бог также через нас произведет такое действие, которое будет влиять также на следующее поколение. Поэтому мы с вами, собираясь вместе, мы также можем наслаждаться теми благословениями, которые Бог приготовил для того, чтобы эти все ответы совершались. И даже мои пожертвования, те пожертвования, которые мы делаем, нам также нужно понимать, иметь в сердце понимание, для чего мы жертвуем, во что мы жертвуем. и это важно, чтобы Слово Божье, когда мы смотрим Ветхий Завет, всегда Слово упускалось, когда упускалось Слово, когда упускался Завет, то страдало следующее поколение, и они попадали во тьму, и поэтому становились либо же рабами, либо же пленниками. Вот чтобы наше следующее поколение не попало в это духовное рабство опять, нам с вами нужно получать водительство Божье и направлять и наши молитвы, и наши финансы, и получая водительство Божье, чтобы подготовить наше следующее поколение быть духовными лидерами. Поэтому конечно же мы с вами находясь на наших местах действия очень много разных трудностей с разными проблемами сталкиваемся, взаимоотношения с людьми, взаимоотношения с нашими родными даже. И даже в церкви получается так, что мы можем терять силу, подать в бессилие и отчаиваться в чем-то. Но помните, что Бог нас призвал, подарив нам уже победу. Не обманывайтесь обстоятельствами, не обманывайтесь людьми, не обманывайтесь словами людей, не обманывайтесь дьяволом, который желает, чтобы вы забыли, кто вы есть по-настоящему. И чтобы ваш взор, чтобы ваш взгляд переключился с духовного взирания на Господа и с поиска прежде всего Царства Божьего, чтобы переключился на этот мир, переключился на людей, и тогда ему легко будет украсть у вас то, что по-настоящему уже у вас есть. Всегда приходите к Богу, какая бы проблема ни случилась, что бы ни случилось, не отводите свой взгляд от Бога. Ищите Господа, ищите Голос Божий. И тогда Бог вам всегда подскажет, всегда вам даст понимание в отношении какая, что есть по-настоящему проблема и что есть ответом также Божьим. Поэтому мы всегда победим, потому что мы всегда Бог желает, чтобы Бог желает вести нас. Он желает, чтобы мы получали водительство Божье. У Бога есть план. у Бога есть благословения, скрытые в проблеме. Поэтому не забывайте это. Не забывайте, что внутри нас уже происходит действие нового сотворения. Поэтому когда Бог нас сотворил, когда Он сотворил нас, то Он нас сотворил уже тогда детьми Своими и через Иисуса Христа вот это благословение, оно внутри нас восстановилось. Поэтому есть все то, что Бог желает, чтобы в нашей жизни восстановилось снова. Каким образом вообще проблемы, все проблемы, которые есть сейчас на этой земле и которые лично в моей жизни есть, каким образом эти все проблемы пришли в мою жизнь. Все испытания, все трудности, которые появились, это в результате грехопадения, в результате того, что дьявол, он существует и он по сей день также искушает людей. и что мы видим? Как тогда в жизни Адама и Евы на что был поставлен акцент на взаимоотношениях с Богом? Дьявол, он искусил тем, чтобы Адам и Ева их взгляд ушел от Бога и сосредоточились на себе и он всегда он знает, что если будет упущен завет, и вот посмотрите, даже Ветхий Завет, израильский народ, всегда, когда они упускали завет, когда перестали, когда уходило понимание того, кто они есть, свой статус, кто мы есть и что есть наше дело, всегда приходили к поражению. И точно так же и сейчас дьявол старается, чтобы мы упустили завет, чтобы мы упустили то, кем мы являемся. Потому что если полицейский, вы, например, полицейский, вы забудете об этом, что вы полицейский, то и вы страдать будете, и те люди, которых вы могли бы защитить, они тоже будут страдать. То есть или забудете, или вы не будете знать, даже если вы полицейский, например, вам сказали, вы полицейский, но вы не знаете ваших, какая у вас уже есть власть, какие у вас есть, что вам уже принадлежит, что вам необходимо делать, то, конечно же, вы будете страдать. Поэтому нам точно нужно знать, кто мы есть. Нам нужно знать также Слово, Слово Божье. И посмотрите даже, когда Иисус, когда Он был искушаем, когда Он в течение 40 дней был, постился, и дьявол всегда... Посмотрите, дьявол, Он же также искушал Иисуса Словом Божьим. И Он знает, в чем у нас сейчас и вообще, в чем у нас есть необходимость, о чем мы переживаем, что нам... или же, что нам необходимо. На что нажать, где наше слабое место, где наше больное место. Он это знает. Поэтому, естественно, Иисус, Он в течение 40 дней был в посте. И, конечно же, Он знал, что, так как Иисус, Он же в физическом теле был, как человек, естественно, Ему же хотелось кушать. Поэтому, даже в этом случае, Он пришел, чтобы испытать его. сказал, что Ты же можешь превратить даже эти камни в хлеб. Но посмотрите, что Иисус тогда Ему также сказал в Матвея 4 стих, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому, здесь также для нас с вами важно понять, что мы, может быть, иногда быть в ситуации, когда не хватает каких-то физических благ, каких-то чего-то физического, но взгляд наш должен быть на Господа. потому что, если мы ищем духовного, если мы следуем Слову Божьему, по-настоящему для нас мы, как люди, самое важное, что нам необходимо быть, чтобы мы были как бы сами собой, мы были теми, теми, кем Бог сотворил нас. В действительности, нам нужно Слово Божье. это то, что первостепенно, это то, что самое важное, самое необходимое для нас. И в зависимости от того, какое Слово мы принимаем, от этого зависит в принципе все в нашей жизни, чьим словам мы следуем, чьи слова внутри нас живут. Поэтому также в Матве 6, там сказано, что мы беспокоитесь, вы беспокоитесь о том, что есть, что пить, во что одеться. И этого всего ищут и язычники. Но что он сказано также, что Отец ваш Небесный знает, в чем у вас есть нужда. И дьявол, он пытается наш взгляд обернуть с духовного на физическое всегда, чтобы нас вести в искушение. И второе искушение, как он искушал Иисуса, он сказал ему, чтобы он спрыгнул с вершины храма. И он сказал, что разве не знаешь, что ангелы сказали, что да не притнется нога твоя, и они не дадут тебе умереть. То есть, для чего он это делал? Он это делал для того, чтобы прославить имя свое. то есть, он сказал ему, тем самым, прославив себя и свое имя. Но в 4 главе 7 стихе тогда Иисус тоже сказал ему, что не нужно искушать Господа. И также очень важно, чтобы мы искали не славы своей, а искали действительно того, что прославляет Господа. Посмотрите также, это то, что в принципе нас возвращает в Святие 11 главу, когда там было сказано, что они решили построить город и башню, вершину, которая будет достигать неба, чтобы сделать имя себе. То есть, смотрите, цель всего движения вот этого, движения Вавилонской башни, это возвеличить себя, сделать имя себе. То есть, это все ради своего имени. И вот точно так же сейчас дьявол его искушал, чтобы, если он так сделает, то все будут о нем говорить, все будут знать, и он как бы возвеличит себя. И в действительности же наша цель это не искать славы своей. И об этом также говорит Иисайя 43 глава 21 стих. Народ, который я образовал себе, чтобы они воздавались, чтобы они хвалили меня. И как может народ Божий хвалить Бога, когда будет наслаждаться благословениями, которые Бог дает, когда будет становиться свидетелем совершения дел Божьих. Так и мы с вами, наша цель не искать славы себе, не искать того, чтобы возвеличить имя свое. Наша цель, получая водительство Божье, найти свой талант, найти свое место действия людей, которые Бог для нас приготовил, и служить друг другу, служить людям, чтобы люди могли говорить слава Богу, чтобы могли прославлять Бога за то, что что-то происходит, изменяется в их жизни, когда они видят действия Божьи, которые происходят через нас. Так как мы являемся уже источниками благословения для этих людей, мы являемся теми, через которых любовь Божья, мир Божий, благословения Божьи приходят в этот мир. Поэтому не нам слава. Мы с вами те, через которых это все приходит в этот мир. Поэтому слава не нам, а слава тому, кто источник этого всего, откуда это все идет. и когда мы смотрим также в 9 стихе, что следующее как бы с 8 по 11 даже стихи, то дьявол, показывая все царства мира Иисусу, он говорил, что дам все это тебе, если ты поклонишься мне. И здесь мы говорим о объекте поклонения. И задача дьявола сделать так, чтобы мы не способны были служить Господу, служить Богу. И посмотрите также, не только это тогда, когда-то было, это то, что сейчас также происходит. Дьявол искушает людей, чтобы люди стали искать материального слава себе, стали искать власти и этим самым упустили то свое поднастоящему предназначение, которое Бог для них дал. Упустили ту жизнь, которую Бог, жизнь благословения и из-за этого, из-за того, что люди на разных уровнях упускают, это все, то из-за этого приходят переживания, приходят конфликты, приходят страдания. Также мы, когда посмотрим в Ефесянам, 4 глава, 27 стих, что там сказано? Чтобы мы не давали место дьяволу. дьявол что дьявол он знает, он использует очень часто наши раны, он всегда ищет, чтобы нас обмануть, и чтобы в нас были какие-то обиды, чтобы появились беспокойства о чем-то, появилось неверие. Поэтому нам с вами очень важно, имея общение с Богом, проанализировать себя, проанализировать, где у нас есть какие-то раны, где у нас какие-то есть обиды, о чем мы беспокоимся, в чем у нас неверие, где конфликты есть, чтобы мы проанализировали, где есть какие-то зазоры в нашей душе, через что дьявол может проникнуть. Это как и в физическом мире в отношении всего, если есть трещина в каком-то, как бы так же говорят, даже рвется там, где тонко, да, то есть дьявол, он проверяет, где у нас есть слабое наше место, и он ищет возможности, чтобы через это нас, конечно же, его целью является вообще нас контролировать, поэтому нам с вами всегда нужно стремиться к тому, чтобы получить исцеление, и пока мы получаем исцеление, в тех случаях, когда дьявол, мы понимаем, что он использует сейчас, нажимает на нашу рану, на наши какие-то слабые места, чтобы мы в этот момент искали Слово Божье, искали Бога в этот момент, чтобы мы могли получить водительство Божье. И нам с вами также важно в таких случаях, как что нам необходимо делать? Нам Иисус дал власть сокрушать силы тьмы, Поэтому мы верующие. Конечно же, дьявол не может или демон, они не могут проникнуть в наши сердца, но дьявол может посылать нам мысли, посылать нам влиять на наши чувства. И посмотрите, в чем разница между людьми, которые получают и держатся за Слово Божье, которые нет. Мы видим это даже в Ветхом Завете, как разницу между соглядатами, 12 соглядатами. И когда мы видим двое из них, Иисус Навин и Халев, были теми людьми, которые не обманывались дьяволом, не обманывались тем, что они видят, потому что они в своем сердце хранили Слово Божье, и они в своем сердце имели веру в то, что Бог сказал. Это есть истина. То, что Бог сказал, это совершится. Даже если кажется на физическом уровне, что невозможно, даже если это так и есть, если смотреть и рассчитывать только физические моменты все, то может быть, если в отношении тех же людей, они там и сильные, и их много, и израильтяне тогда их было мало, и они даже физически были слабы, то реально, если смотреть на это все, невозможно было победить. Также в нашей жизни могут быть какие-то обстоятельства, что-то будет происходить, что мы смотрим, и нет никакой возможности. Это не выглядит вообще никакой степени реальным. Но если держаться за Слово Божьем, если двигаться внутри направления, которое Бог нам показал, то, конечно же, все совершится. есть также в нашей жизни те проблемы, которые естественным образом в нашей жизни возникают. и вот если мы посмотрим 14 глава 8, там Филипп говорит, что покажи нам Отца, Бога Отца, и этого будет нам достаточно. И вот здесь также нам с вами важно, что даже уже мы с вами хоть веровали в Иисуса Христа, хоть мы с вами уже являемся чадами Божьими, то, конечно же, нам все равно легче. И мы всегда как бы хотим, так как мы ограничены плотью, можем сказать, то мы ищем всегда так же и физического чего-то. И это естественно, потому что мы с вами, как сказано в Евгения 2 глава 1 стих, мы были мертвы по нашим грехам и по нашим преступлениям. Потому что мы с вами родились уже родились с вами людьми уже разделенными с Богом, с неверием, поэтому это естественно. Но посмотрите также 1 Коринфянам 2 глава 12 стих, там сказано, что мы с вами получили не дух мира сего, но дух Божий, чтобы знать, что нам уже даровано Бога. И вот есть то, что дьявол он не знает истинных духовных благословений, которые Бог приготовил для нас. И вот Дух Святой внутри нас, он уже действует, чтобы нас исцелять, чтобы нас укреплять. И есть то, что знает только Дух Божий. И это он открывает кому? Он это открывает любящим Его. Есть те благословения, которыми мы можем наслаждаться с вами, только если мы находимся в Слове Божьем, находимся во Христе. И посмотрите, еще раз опять-таки давайте посмотрим Ветхий Завет. Вот когда мы смотрим израильский народ, когда они в пустыне находились, они в течение сорока лет там находились и они из-за чего погибли? Там люди, которые не вошли в Хананскую землю. не из-за то, что у них нечего кушать, не во что было одеться, не было воды. Нет, не из-за этого. Из-за чего? Из-за неверия своего. Поэтому самое главное, что нам с вами необходимо, это через Слово, через общение с Богом наслаждаться духовными благословениями, наполняться Духом Божьим, чтобы в нашей жизни мы могли видеть, что Бог приготовил для нас. И есть такие четыре причины, можно сказать, почему нам не нужно беспокоиться с вами. Причин для беспокойства, конечно, много в нашей жизни. Но мы с вами, когда читали сегодняшнее Местное Списание, то что там сказано? Да не смущайте сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Поэтому что значит «не смущается сердце ваше»? То есть, чтобы мы не впадали в отчаяние, не впадали в неверие, в сомнения, потому что триединый Бог, всемогущий Бог, Бог-Творец, Он пребывает вместе с нами. Мы дети Божьи. Бог является нашим отцом. И Иоанна, 1 глава, 12 стих, об этом нам и говорит, что мы с вами стали детьми Божьими, когда мы уверовали в Иисуса Христа. И что это означает? Это тот статус, если мы уже дети Божьи. Вот это то самое главное, о чем нам с вами необходимо помнить и ни в коем случае не нужно забывать. Сколько бы нам лет ни было, какие бы мы ни были, каждый из нас, мы являемся детьми Божьими. И Бог, Он несет ответственность за нас. Исайя, 40 глава, 28 стих и 29 Господь наш, вечный Бог, Творец всего. Он тот, который не устает, тот, который что делает? Он в 29 стихе сказано, Он дает силу тем, которые утомленные, и Он укрепляет тех, которые бессильные, которые теряют силу. Поэтому нам с вами необходимо наслаждаться этим благословением. и также Иоанна 10 глава, 29 стих, потому что мы с вами дети Божьи, за которых Бог берет на себя ответственность. Поэтому нам с вами не о чем переживать. Никто не может похитить нас из руки Божьей. Потому что Бог сильнее всех. Поэтому не стоит переживать. Нам нужно верить в Бога, нам нужно знать, что мы с вами дети Божьи, что никто не похитит нас из руки Божьей, и Бог всегда нам даст силы достаточной для того, чтобы преодолеть какие бы трудности в нашу жизнь не пришли. И также там сказано в первом стихе мы читали «Веруйте в Бога и в Бога Отца и в Меня веруйте». Поэтому нам надо верить в Иисуса Христа. И 14 главе 6 стихе что Иисус сказал «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому Иисус является тем путем, чтобы нам выйти из проклятий жизни, проклятий, в которых мы жили, тех проклятий, которые неизбежно должны были прийти в нашу жизнь. И это также является Иисус является истинным путем, чтобы в нас в настоящее время сейчас мы могли используя ту власть, которая нам дана, используя те благословения, которые нам даны, могли вести духовную войну и побеждать в каждом дне. Потому что Иисус, Он пришел как истинный пророк, как истинный священник и как истинный царь. И Он для того и явился для того, чтобы сокрушить дела дьявола. Поэтому никакой другой истины, никакого другого способа, чтобы победить грех, чтобы не только первородный грех, наши грехи, грехи настоящего, грехи прошлого, грехи будущего. Вот поэтому Иисус сказал, что Он есть этой истиной. Нет ничего другого, чтобы нас могло освободить от власти греха. И поэтому посмотрите также 2 глава Евреям 4 и 13 стих. Иисус Он пришел, чтобы победить того, который держит в своих руках державу смерти, силу смерти. И поэтому Иисус Он пришел, чтобы дать нам жизнь, и сказано, и жизнь с избытком. И Он не просто нам дал жизнь только на этой земле, или жизнь вечную, то есть жизнь после смерти. Мы можем наслаждаться благословением жизни в Иисусе Христе и здесь на земле и наслаждаться уже в вечности. Потому что власть судьбы, в которой мы находились. Что означает дать нам жизнь? Это означает, что мы освобождены от власти судьбы. Поэтому 1 Иоанна 3,8 там сказано, что для этого и явился Сын Божий, для того, чтобы сокрушить дела дьявола. И римлянам 8,8,2 стих там сказано, что Дух жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. То есть это означает, что те проклятия, которые должны были прийти в нашу жизнь, силы тьмы, которые по закону греха и жизни должны были действовать в наших жизнях, они уже не имеют силы никакой. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно помнить, кто есть дьявол, и нам нужно помнить, что нам нужно сделать? Нужно все заботы возложить на Него, на Господа, потому что Он заботится о нас. И нам с вами нужно трезвиться и бодрствовать. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, чтобы нас поглотить. И когда Он нас поглощает, что следует следующим стихом? Там сказано, что нам нужно возложить наши заботы на Господа. Поэтому также что сказано в 14 главе 16 стихе мы с вами читали? Сказано, что Я умолю Отца и Он даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что они видят Его и не знают Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Поэтому триедвенный Бог 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 Сын Дух Святой в нас пребывает и пребудет в нас вечно. Поэтому наша жизнь, которую мы с вами живем сейчас, мы живем с вами жизнью, когда Дух Святой пребывает вместе с нами. И Он действует внутри нас. Каким образом Он действует внутри нас? Он нас утешает, Он нам напоминает, Он нас направляет. Это Дух Истины. И это то, что физическими глазами не видно. И это то, что невозможно просто так сказать или кто-то может увидеть это. Это то, что мы с вами можем испытать в нашей жизни. Это то, что приходит так же, как и плоды Духа Святого в нашу жизнь. И поэтому вот это то начало, истинное начало, которое является самым правильным началом нашей жизни. Поэтому Слово Божье это и есть то, что в себе содержит какое-то выражение Бога. Бог себя выразил в Слове. И уже Слово стало плотью. Поэтому держаться за Слово это самое важное в нашей жизни. Посмотрите Ветхий Завет, когда мы видим, то есть каким образом действует Бог. Когда Слово Божье мы храним в своем сердце, тогда Дух Божий действует на основании того Слова, которое в нашем сердце есть. Он нас направляет, нам напоминает и укрепляет нас, дает нам мудрость. Поэтому самое важное, чтобы мы могли держать Слово Божье, хранить Слово Божье в своем сердце. Поэтому Идеал больше всего стремится к тому, чтобы у нас не было Слова Божьего в наших сердцах. Если не будет Слова Божьего, если не держаться Слова Божьего, то будет как и пример тогда с Павлом, когда он был на корабле, и когда он дал Слово, он сказал и кормчему, и тому стражу, который с узниками был, что не нужно плыть, потому что будет шторм. Но они не послушались. Но что мы видим? Что из-за того, что Слово Божье в Павле находилось, Павел был носителем, хранителем этого Слова Божьего в Благовести, то что бы ни произошло, даже корабль утонул. Все, какие бы проблемы ни пришли, Бог сохранил жизнь и его, и сохранил жизнь и тех людей, которые рядом с ним были. Точно так же и мы. Нам с вами нужно наслаждаться благословением, что мы являемся чадами Божьими, и нам нужно с вами хранить Слово Божье в своих сердцах. И тогда нам нужно с вами также осознать, что Бог нас не просто оставил в этом мире. Бог нас оставил, чтобы мы могли завоевывать места действия. Бог нам дал благословение завоевывать места действия. поэтому не идите на место действия с мыслью, что там нужно страдать и защищаться от кого-то. Бог послал вас не страдать на место действия, не отбиваться от этого дьявола. Нет. Бог вас послал на место действия, чтобы вы с силой там находились, чтобы вы до того, как пришли, уже помолились и сокрушили силы тьмы, чтобы уже до того, как вы пришли, уже ангелы были на этом месте действия, и Бог уже действовал там. И чтобы вы, находясь на этом месте действия, наслаждались уже благословением успеха, благословением того, что Бог благословляет дела рук ваших, что Бог дает вам мудрости давать ответы тем, кто во тьме находится. Поэтому поменяйте свои мысли. Вы не просто какие-то несчастные люди, которые страдают на этой земле. Страдания есть, но эти страдания не те страдания, о которых мы думаем. Мы являемся с вами родом избранным, царственным священством. Мы с вами люди, взятые в удел. И Бог нас благословляет. Мы с вами благословлены. И Бог, Отец, Он избрал нас еще, благословил нас в Иисусе Христе всеми духовными благословениями, как это сказано в Ефесянам 1 главе 3 стихе. И что нашим фоном есть, что за нашей спиной стоит, то есть что за нами стоит, это Царство Божие, так как мы с вами являемся гражданами Царства Божьего. Поэтому нам с вами нужно идти в этот мир. Это миссия, которую Бог нам дал, чтобы мы с вами наслаждались этим благословением, что мы являемся с вами гражданами Царства Божьего. И что там сказано так же? Матфея 12 глава 8 стих. Посмотрите, что сказано. Что Иисус говорит, что «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно же, достигла до вас Царства Божьего». Поэтому нам с вами также дана миссия, чтобы мы с вами могли сокрушать силы тьмы, изгонять их, чтобы мы с вами не обманывались. Даже если вы уже верующий. Не даже если вы верующий, но тут даже если. Те силы тьмы, которые действовали в вашей семейной линии, вы уже уверовали в Иисус Христа, Дух Святой внутри вас находится. Но эти Духи, они все равно еще приходят, чтобы вас искушать, чтобы вас обманывать, чтобы вы не наслаждались тем, благословениями «Кто вы есть», чтобы вы каким-то образом вас обманут, чтобы вы не выявили миссию свою, не выполняли то предназначение, которое Бог вам дал. И может быть, самым легким способом или то, что может быть, самое очевидное, это разные моменты могут быть, разные духовные проблемы в разных семейных линиях есть. Но вам нужно выявить, что это за Духи, которые действуют в ваших семейных линиях, и не давать им вас обманывать и искушать. Может быть, это Дух, который там на алкоголь, так алкоголизм, или разные-разные есть Духи, которые таким образом действуют на вас. Поэтому они не могут проникнуть внутрь вас, эти Духи силы тьмы, но они могут прилипляться к вам, они могут вас отвлекать вас, искушать, чтобы вы, ваш взор был не на Бога, чтобы ваш взор был на физическое на что-то. Или чтобы вы не выявили, не наслаждались теми благословениями, которые у вас есть. Чтобы вы раптали, чтобы вы упускали Слово Божье. Поэтому есть три способа, как мы можем наслаждаться жизнью и не беспокоиться. Первое — это держаться всегда Словом Божьем. Когда израильтяне завоевали Ханаан, они последовали за Ковчегом Завета. И после... И они шли тем путем, которым никогда раньше не шли и одерживали победу всегда. После перехода через Иордан стены Иерихона были также разрушены. Без каких-то их собственных усилий они молчали и следовали Слову Божьему. Следовали за Ковчегом Завета. Поэтому, если я действительно держусь Завета Божьего, и мы с вами сможем увидеть Божью работу, Божьи действия в своей жизни. Поэтому нам с вами нужно наслаждаться Заветом, который мы имеем с Богом. Нам нужно с вами также наслаждаться миром, радостью, иметь благодарность. Все то, что Бог дарует нам через молитву. Сказано, что если мы попросим во имя Господа, то Он то сделает. Поэтому молитва — это тот способ, как мы можем наслаждаться благословениями Божьими. Это тот способ, как мы можем поставить башню молитвы. Поэтому и филиппийцам, 4 глава, 6, 7 стих, сказано, чтобы мы все заботы возложили на Господа также, потому что Он печется о нас, чтобы мы также всегда в молитве и в прошении открывали свои сердца перед Богом. И также, 4 глава, 12 стих, посмотрите, что сказано? Что истинно, истинно говорю вам, что верующие в Меня дела, которые я творю, и Он сотворит, и даже больше сих сотворит. Что делал Иисус? Нам нужно понимать, конечно, что делал Иисус. Он делал что? Чтобы люди могли вернуться к Богу, чтобы люди могли вновь обрести то благословение, быть чадами Божьими, детьми Божьими. Поэтому мы с вами те люди, через которых Бог желает являть славу Свою, как это были и Давид, и Иосиф, и Самуил в Ветхом Завете. Поэтому мы, те люди, если мы с вами станем людьми, которые осознали свою миссию, для чего Бог нас призвал в эту эпоху, то мы будем с вами наслаждаться победой и не будем колебаться. Поэтому нам с вами нужно не обманываться дьяволом и не упускать истинных духовных благословений.